всем привет друзья из-за того что сейчас занимаюсь ремонтом квартиры видео выходит достаточно редко но я надеюсь в ближайшее время это исправить посылок накопилось достаточно много и впереди вас ждет много интересного а сегодня расскажу про интересный инструмент это инструмент для опрессовки наконечников на кабель кроме самих клещей для опрессовки заказал также набор из самих наконечников кстати такие наконечники отдельно можно приобрести в строительных магазинах кстати сам пистолет достаточно увесистый и сделан из неплохого металла но за исключением рукояток наверное профессиональным назвать его нельзя я заказал его для сборки электрики в квартире такие обжимки бывают нескольких видов я заказал обжимку под шестигранник также у продавца есть обжимка под квадрат обжимать можно наконечники от 0 25 до 6 миллиметров квадратных или провода от твг-23 до авг-10 давно уже присматривал себе такой инструмент но было как-то жалко тысячу рублей а тут по распродаже при использовании купона с набором наконечников все это вышло в 1100 рублей то есть доставка с россии около пяти дней ссылку я оставлю в описании как видно наконечники идут в отдельном кейсе здесь их аж 460 штук первые две цифры после вае означают сечение кабеля то есть красные 0 5 квадрата синие 0 75 квадрата желтые 1 квадрат черные полтора зеленые два с половиной и белые 4 квадрата кстати наконечники достаточно хорошего качества в леруа например 100 штук таких наконечников начинаются от 80 рублей а наконечники 4 квадрата стоит уже больше 200 рублей поэтому наверное удобнее покупать такие наконечники у нас хотя ради коробки наверное стоит доказательный набор с алиэкспресс для удобства прямо на коробке маркером подписал сечение кабеля для тех кто не знает для чего эти клещи сейчас постараюсь объяснить кабель бывает одножильный и многожильный обжимать одножильный кабель не требуется а вот многожильный кабель например шввп 2 по 0 5 квадрата зачастую очень удобно особенно при монтаже электрических щитов здесь есть как минимум три преимущества делать разводку внутри щита одножильным кабелем не удобно так как он достаточно жесткий а многожильный не очень надежно крепится винтовым зажимом разве что только скобой второе преимущество это безопасность пластиковая юбка на наконечнике полностью закрывает открытую часть кабеля ну и последнее это эстетическая составляющая все-таки такой монтаж смотрится красиво для надевания наконечника необходимо зачистить около одного сантиметра кабеля затем все жилы необходимо скрутить и наконечник одевает достаточно просто вставляем его клещи и просто сжимаем рукоятки кистью получаем красивый результат как видно укресовка происходит в трех местах правда как казалось если сильно потянуть за наконечник то его можно сдернуть с кабеля нам такой результат не очень интересен если сделать опрессовку несколько раз со смещением такой наконечник уже сдернуть очень сложно если внимательно посмотреть на сами клещи то здесь есть регулировка она как раз и предназначена для регулирования силы спрессовки в данном случае при помощи винта регулировка установлена во вторую позицию и 6 давайте попробуем установить винт максимальную шестую позицию и запрессуем многожильный кабель 4 квадрата в наконечник под два с половиной кстати как оказалось он туда достаточно неплохо влазит смею предположить что в наконечник 4 квадрата также войдет и кабель на 6 квадратов на шестой позиции клещи становится сжать достаточно сложно приходится применять обе руки и вот результат верхний наконечник прессован на шестой позиции а нижний на 2 но с трехкратным проворотом оба они держатся отлично я для себя выбрал четвертую позицию как оптимальную особенно это заметно на тонких кабелях вот так вблизи выглядит наконечник на 4 квадрата запрессованный на соответствующий кабель опрессовка производилась на второй позиции без двига при этом по рисунку ярко выраженные шесть граней но к сожалению такой наконечник прочно не держится поэтому следует под себя подобрать необходимые уровень опрессовки еще интересная возможность соединить две жилы в одном наконечнике возьмем для примера две жилы по 0.5 квадрата скручиваем их между собой и попробуем запихнуть в наконечник на 0.75 сами жилы входят но изоляция под юбку к сожалению не умещается а вот наконечник один квадрат все очень четко входит а для тех кто не совсем понял предназначение всего девайса объясню на примере винтовые клеммные колодки бывают нескольких типов самые простые это вот такие где при помощи винта кабель зажимается между пластиной и основанием такие колодки в основном рассчитаны на многожильный кабель хотя и одножильный в них зажать можно а есть еще вот такие самые простые клеммники где никакой пластины нет и кабель непосредственно поджимается при помощи винта в зеленом клеммнике и тот и тот кабель зажались отлично при этом кабель без наконечника просто расплющился при помощи пластины. Но все жилы контактируют с клеммником, а это значит, что пропускная способность не уменьшилась. В случае использования второго клеммника опрессованный кабель зажался также отлично, а вот с неопрессованным кабелем могут быть проблемы. Как бы вы хорошо не скручивали жилы, при сильной затяжке винта винт просто продавливает часть жил, остальные разъезжаются по бокам. При этом с винтом контактирует только часть жил и сечение в этом месте уменьшается порой в несколько раз, а следовательно это место будет греться и со временем может расплавиться. Кстати, в строительном магазине можно купить как одножильный кабель, который имеет маркировку пугу, встречается он различного сечения, так и многожильный, который имеет маркировку ПВС, ШВВП или КГ, а также имеет изоляцию, которую придется снимать. Сами клещи я считаю очень полезным приобретением. Качество и результаты работы мне понравились, поэтому я могу рекомендовать приобретению. А еще друзья, я хотел поблагодарить вас, ведь на канале уже более 20 тысяч подписчиков. Я надеюсь, что канал для вас интересен и буду стараться радовать вас новыми видео. Спасибо вам за просмотр, ну а на сегодня все, всем удачи, всем пока!